Поприветствовал и поблагодарил за смелость. С таким нетрадиционным посылом пленарное заседание ежегодного форума, сделано в Ульяновской области, открыл Сергей Морозов. Редкие очные встречи в современных реалиях требуют особенной подготовки. Гвоздь программы – дезинфицирующая рамка от местных производителей. Отдельное внимание и к региональным рециркуляторам. Объемы перекачиваемого ими воздуха вдвое превышают рекомендации Роспотребнадзора. Именно уроки настоящего формируют перспективы будущего. Рынок интернет-торговли на сегодняшний день признан двигателем прогресса. Сроки доставки продукта сократились почти в три раза. Увеличилось количество безналичных платежей. Онлайн-торговля продемонстрировала резкий рост. До пандемии чаще одного раза в месяц покупки совершали 43% респондентов. В первые две недели ограничений покупки совершали уже 80%. Главной темой форума в дистанционном 2020-м стала роль электронной коммерции в экономике. Тенденции развития интернет-торговли в России за рубежом впервые обсудили онлайн. В режиме ВКС к дискуссии присоединились десятки экспертов со всей страны. Новый запрос человечества – реализовать свои потребности, не выходя из дома. В новых экономических условиях удовлетворить все потребности людей без ущерба для их здоровья, для здоровья их родных и близких. Кроме того, мы должны использовать эти условия, одновременно и для ускорения развития нашей территории. Ну, легче всего закрыться. А что дальше-то? Поэтому мы хотим увеличивать наши экономические показатели. Мы хотим повышать благосостояние наших граждан. Ключевым фактором производства станут данные в цифровом виде. Обрабатывать и анализировать информацию будут компьютерные сети. Губернские задачи перед отраслью цифровой торговли сформированы на три года вперед. В перспективе количество розничных магазинов, использующих в продаже интернет-каналы, увеличится до 70%. IT-экспорт должен возрасти до рекордных 5%. Не менее 80% ульяновцев старше 12 лет будут выходить за покупками в интернет. Доля электронной коммерции в Ульяновской области достигнет 20% от общего объема торговли. Утвержден впервые в стране пакет мер для компаний, которые выходят на маркетплейс. Наша задача быстрее других регионов вырасти в онлайн-продажах и в продвижении продукции наших предприятий. В новый набор поддержки товаропроизводителей вошли 7 наиболее важных направлений развития Ульяновской области. Товар в онлайне предлагают брендировать, сертифицировать и маркировать. Сформируют цифровой паспорт продукта. Регион готов оказать финансовую поддержку создателям интернет-магазинов и их продвижению. Превратить IT-сказку в быль. Задача инфраструктуры цифровой торговли. Ее локомотивом станут офисы цифровой коммерции. Только за первое полугодие жители Ульяновской области потратили больше 7 миллиардов рублей на покупки онлайн. С учетом того, что объем розничных продаж в Ульяновской области, именно онлайн-продаж, уже составляет 8% от всего объема ритейла. Мне кажется, мы подошли к тому показателю, который для нас с вами идентифицирует, по сути, готовность области переходить в онлайн, трансформироваться. Выставка форум продолжила знакомить покупателей с широким ассортиментом товаров и услуг местных брендов посредством традиционной дегустации. На тысячи квадратных метров разместились около сотни производителей. По итогам прошлогоднего форума рынки сбыта смогли расширить более 150 предприятий. Сумма контрактов и договоренности о сотрудничестве бизнеса с крупными предприятиями и инвестиционными компаниями составила порядка 240 миллионов рублей. У нас очень много предприятий, с которыми мы уже работаем, но тем не менее, люди, которые сегодня подходили, оставляли свои визитки. Это дает возможность именно местным производителям познакомить потенциальных потребителей, жителей города Ульяновска с продукцией, потому что очень часто так бывает. И вот сейчас тоже люди, мы проводили дегустацию, и люди пробовали продукцию, говорят, а что это, где это продается? А мы ни разу не видели. То есть это очень огромный плюс. Выставка форум сделана в Ульяновской области проводится в регионе в шестой раз. Яна Федорищева, Юрий Ломатов. Новости Уллправды ТВ.